Из опамятных времен по берегам реки Клязьма селились разные народы, которые слагали о ней легенды, например, такую. У Клязьма было двое детей, Крёвкая Воля и Снооткий сын Киржач. Под старость мать река соскучилась и позвала детей к себе. Воля пыльно добралась до своей матери Клязьмы, а Киржачу помешала гора. Клязьма долго длилась борьба, но Киржач одолел гору и соединился с матерью. Река Клязьма является левым притоком реки Аки. В пределах Московской области она имеет длину 245 километров. В бассейне реки живут 2,5 миллиона человек. Своё начало исток река берёт в Солнечногорском районе у села Кочергино, а устья находится в Нижегородской области. Название Клязьмы дали миллионеплеменах, населявшие наш район в первом тысячелетии до нашей эры. Хотя есть и другая версия. В переводе с филно-угорского языка Клязьма – это река, богатая рыбой. Река Клязьмы была важнейшим звеном на торговом пути с запада на восток. Шли ладьи с купцами разными, иноземными, да нашими, все с поклажей богатых, драгоценными товарами. На наш праздник мы пригласили несколько летописцев, которые изложат нам историю наших далёких предков от первого лица. Написал его и мои потомки славную историю русскому государству. Называется она «Повесть временных лет». Долгими вечерами изучал древнейшие летописи. Не забыл я и ваших далёких предков. Мои друзья, именно здесь, в Междуречье и Рек, Клязьмы и Кучи, поселились племена Кривичей в далёкие времена. Я князь Рогул, последний племенный князь из рода Кривичей. Вместе со своими сыновьями я погиб в 980 году. Но вы, мои далёкие потомки, должны знать, что мы, Кривичи, древнейший народ. У нас долго будут писать и говорить различные народы.